Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про вещество, которое нам поможет снизить сахар, улучшить сон, улучшить желчный отток, стабилизировать эмоциональный фон и многое другое. Да, это вещество это таурин. Изначально название таурин произошло от латинского слова taurus byc, то есть изначально таурин получили, выделили из желчи быка. Если рассматривать органы и системы, в которых максимальное количество таурина, то есть на которые как раз таки напрямую влияет таурин, то это нервная система, сердце, желчь, эритроциты, печень, почки, мышцы, тромбоциты, легкие, глаза, селезенка и другие наши внутренние органы. То есть таурин очень распространен в нашем организме. По строению таурин это сульфоаминокислота. Какие функции таурина в нашем организме? Первая и главная функция таурина это стабилизация работы нервной системы. То есть таурин обладает стабилизирующим, успокаивающим действием на нервную систему, стабилизирует наш эмоциональный фон и улучшает качество сна. Очень часто препараты таурина рекомендуются пациентам с целью улучшить сон. Вторая важная функция таурина. Таурин принимает участие в энергообмене, влияет на работу АТФ. То есть он улучшает наш энергообмен. Причем тут нет дикого возбуждения, потому что он стабилизирует нервную систему, то есть у нас ровное, стабильное, активное состояние. Следующая важная функция таурина это регуляция желчь от тока. То есть очень часто таурин рекомендуется пациентам с целью улучшить желчь от ток, улучшить функцию печени. Причем важно понимать, что желчь от тока и печень это системный дезинтоксикационный эффект. То есть это в целом очищение организма. Кроме того, таурин нормализует липидный спектр и способствует снижению уровня холестерина. То есть он полезен при дислипидемиях. И вот на этом эффекте остановимся подробнее. Тут два фактора. Первый фактор. Таурина улучшает желчь от ток, а уровень холестерина напрямую зависит от работы печени и от желчь от тока. Потому что избавление от холестерина, да, это всегда связано с желчь от током. Это первый эффект. И второй это прямой непоследственный эффект на наш липидный спектр. Следующий это антиоксидантный эффект. То есть он защищает наши клеточки от повреждения свободными радикалами. То есть продлевает нам молодость и здоровье. Кроме того, таурин обладает мягким мочегонным эффектом. И он может немножечко потенцировать, усиливать работу антигипертензивных препаратов. То есть препаратов для снижения давления. Именно поэтому таурин часто рекомендуют кардиологи, пациентам с артериальной гипертонией. То есть чтобы, во-первых, чуть-чуть вывести лишнюю жидкость, получить мягкий мочегонный эффект. И во-вторых, немножечко усилить работу препаратов для снижения давления. Если человек имеет умеренно повышенные цифры давления и при этом не получает антигипертензивную терапию, то ему может просто рекомендовать доктор таурин в чистом виде. К примеру, 500 мг 3 раза в день. И мягкий желчегонный эффект, и мягкий эффект диуретический, и мягкий эффект снижения давления. Следующий эффект таурина. Таурин улучшает зрение и улучшает, собственно, работу сетчатки, предотвращает дегенерацию сетчатки. То есть если говорить простым языком, то таурин укрепляет сосуды, улучшает липидный спектр. Именно поэтому таурин очень часто назначается как в кардиологии, так и пациентам с диабетом, которые имеют сосудистые осложнения диабета. Это поражение глаз, поражение почек и так далее. Откуда мы получаем таурин? Мы получаем таурин из продуктов животного происхождения. Мясо, рыба, курица и так далее. Очень часто таурин назначается плюсом к еде в виде добавок к пище. Торговые названия препаратов таурина это Тибикор, Таурин Актив, Таурин Кардио, Таурин и так далее. Если рассматривать дозы, то дозу таурина подбирает врач. Средние дозы таурина это 500-1500 в сутки. Чаще всего дозировка на один прием, одна капсула, либо одна таблетка таурина это 500 мг. То есть таурин назначается либо 3 раза в день, завтрак, обед, ужин. Предположим за 10 минут до еды запивая теплой водой. Если мы говорим про желчоотток, так часто назначают таурин, соответственно, гастроэнтерологи. Часто таурин идет вместе с лецитином, потому что и тот, и другой биологический агент улучшает желчоотток, улучшает функцию печени и улучшает работу нервной системы, что, кстати, немаловажно. Так и таурин может назначаться за один прием, например, 500 или 1000 мг, вечером перед сном, если человек его пьет с целью улучшить качество сна, стабилизировать нервную систему. Что важно понимать при приеме таурина? Важно понимать вот этот вот самый легкий седативный эффект, эффект стабилизации нервной системы. Да, таурин при приеме на ночь будет улучшать качество сна, но часть людей имеют очень чувствительный организм. То есть дозы таурина 1000-1500 в сутки у части пациентов могут давать выраженную сонливость. Поэтому, когда доктор подбирает дозу таурина, он всегда смотрит по переносимости. К примеру, если человек пьет 500 мг вечером и просто уже спит, как убитый, утром просыпается, все хорошо, то не нужно повышать дозу выше. Если на человека доза 500 не работает на сон, да, ему доктор может и 1000-1500 назначить с целью улучшения качества сна однократно перед сном. Если говорить про прием, то все же таурин это мягкое вещество, то есть он имеет курсовой прием, непостоянный прием. В среднем курс это 1-3 месяца, то есть пропили, сделали перерыв, дальше можем еще раз пропить. Если говорить про восстановление энергообмена, то таурин работает хорошо совместно с кофеином. То есть те люди, кто пьют таурин с целью его влияния на АТФ, на энергообмен, да, то, к примеру, утром в обед кофе, да, и завтрак, обед, ужин, таурин. Такой прием есть, почему бы и нет. Если говорить про применение таурина, то таурин применяется как у здоровых пациентов с целью улучшения энергообмена, улучшения желчооттока, детоксикационного эффекта, улучшения качества сна. Так и применяется в эндокринологии, это в частности пациенты с диабетом, с сосудистыми осложнениями, либо с плохим желчооттоком. И часто применяется в кардиологии и в гастроэнтерологии, ну то есть положительный эффект на сосуды, на нервы и положительный эффект на желчоотток. Больше информации о здоровом питании, о мягких препаратах вы узнаете в школах питания на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем хотите услышать в следующих видео. Будьте здоровы! Будьте здоровы!